вообще умничка копайл от здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта мой копайл от максим нашел поезд не поверите макс держи было плавно вот так поворачивай вот так очень плавно хорошо максимально плавно а я вам сейчас покажу поезд вот гордый поезд идет посмотрите я на нем катался в юности в юности тайка ручечку потеряли поезд вот вот крен сохраняй чук-чук-чук-чук-чук я пока за ручки вот друзья потихонечку тарахтит поезд по горной дороге куда идет горная дорога им сейчас тоже покажу вот крыло показывает верхушку этой дороги если мы поток не потеряем мы дождемся пока поезд до тарахтит до этой дороге до этого туннеля и я собственно хотел что показать когда-то давным-давно когда я был юн и летал на параплане я первый раз попав по францию конечно забрал все экскурсии которые так у мог у монблана ну понятно что мы были на идуль-де-медии крыло показывает смотровая площадка мы собственно сам монблан рядом с вами а вот это место интересно тем что это ледничок который давным-давно уже лет сто тает и к этому леднику была проложена дорога железнодорожная ну я заговариваться начинаю потому что в безумно возбужден ситуацией шамании город перед вами я пытаюсь набрать высоту и поэтому тут мы потихонечку вращаемся но опять же хочу показать максимально вам всю инфраструктуру вот верхняя станция вот этого поезда и непосредственно и дорога к леднику и вот в этом леднике каждый год строят такую пещеру красивую ледовую и следующий год она тает от нее остаются одни обломки мы там были в этой пещере я лазил было безумно красиво и было видно что все рассказывали что раньше там вот льда было больше высота ледника тоже больше было это лет на тоже 15 назад и насколько вижу я сейчас совсем мало осталось льда вот начало ледника конец ледника где еще можно что-то рыть судя по всему не знаю сейчас роют или нет вот тропинки ведут видимо к тем местам где когда-то что-то рыли это смотровая площадка можете ошибаюсь это может не то место но точно совершенно что вот верхняя станция железной дороги и вот под крылом дорога поезд уже знаете как поднялся высоко а макс видел так нам вообще друзья нужно под облако и домой уже четыре часа мы были на манглане час с него возвращаемся но я макс давай плавный набор хорошо у сочи небольшим креном чтобы я мог поезд показывать этот поезд устроен я так понимаю что я немножко ты ты молодец но не получит я просто дал невыполнимую задачу друзья дал ученику ой 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 даже учитель все-таки свалился штопор так как бы нам какую тактику придумать чтобы и поезд видеть и медленно зараза он едет все таки ладно научил поиску все поиска не видели вот он чухает и чухает сейчас дачу к это так сказать туннельчика прочухает и остановится из счастливые туристы наконец-то смогут забраться туда куда мечтали места конечно красивейшие это места моей юности парапланерной вот это хребет он видите как я поток нашел нечаянно хребет аравий знаменитый там где-то межев есть аэродром межевский очень красивый опять же озеро анси тоже мы сейчас пролетали видели все это наблюдали не знаю я никогда наверное не думал что я пролечу когда-нибудь сюда вот на планере то есть когда первый раз я сюда забрался но вот на гюль-де-меди я сейчас я покажу макс возьми ручку продолжает эта циркуляция сколько iphone приближает хорошо вы посмотрите только вот она гюль-де-меди целости сохранности когда я первый раз приехал в эти горы я даже не думал что когда нибудь выдастся мне шанс полетать на планете здесь я летал на параплане первый раз и вообще когда мне было там я начал летать 20 лет вот 23 года было первый раз ой да посмотрел фильм как летают тут по этому району такой веселый фроссу с лохматой такой загрузку червяшками офигенный я за дадыр досмотрел засмотрел эту видеокассету с этими полетами и моя мечта была полетать во первых а в альпах б пролететь над хребтом аравий и когда в 2010 году я первый раз пролетел над хребтом аравий я конечно давайте еще раз опять ради покажу вот он вот хребет аравий даже может благодаря нашему магии телефонный приблизи мы хотят что-то посмотреть то собственно макс ты выбыл из потока чуть противник склону немножко по прямой главное поезд кстати не проворонить вот друзья я взял ручку новым ракурсом зазвучала фраза не пропустить поезд давайте посмотрим как он там наш поезд все сбежал а стоит на станции ну вот и чё ты придумал тут на станции стоять я столько трындеть не смогу чтоб ролик не скучный был но с другой стороны друзья макс набирает высоту макс забирай ручку ты как я типа только центровал кстати о максе макс летает неделю вы смотрите что за неделю делает молодой человек так сказать берет поток и крутит его монблана успехи конечно вспомнить как первый день летал стиль был знаете как был стиль тигра стиль там командируйся у него был стиль пьяной курицы но со временем макс не обижайся все по-честному вы знаете как сейчас как как держит ручку как держит скорость скорость я кстати опять же вам покажу сейчас главное не сглазить вот на ста километрах ровненько стоит спирали мало того без скольжения макс я тебя посмотри налево может даже влево-влево-влево-влево вот скажу что нибудь глубоковажаемым зрителям я читаю давай я ручку возьму сейчас ли ты или нет ладно не будем смущать макса набирай очень хороший поток все прям вот так крути спокойненько набирай я сейчас а я сейчас что-нибудь еще расскажу так азбути меч мы говорили так вот в десятом году я первый раз попал полетал над хриптом аравии опять же все тут посмотрел уже и нелегкая судьба моя в одиннадцатом году 2011 занесла меня на планера многие спрашивают опять же волков как это было пока мы поезд днем можно рассказать я за женой свою любимую ухаживал ну собственно 5 она но вот уже мы 12 лет вместе это рекорд предыдущие по три года и илья или фонера не все правда не будем о грустном так вот и я будучи так сказать в полной боевой так сказать готовности там пришел вертел мир вокруг придумывал всякие идеи и так дали что-то такой веселого поделать и была нелетная погода одна у нас на нашей парапланерной точке и я думаю на чем такого придумать а мне как раз хотели заказать ребятку планерная и я у меня был контакт инструктора планериста юрина кузнецова я говорю юрина скажите пожалуйста вот вылетаете да можно приехать полетать компании конечно мы приезжаем по холова а это был первый день когда только расконсервирую технику еще полетов особо быть не должно было должны были там друг друга покатать инструктора вестись строй в общем своей темы но надо дать им должное они все-таки нас покормили кстати там очень такая вкусная столовая была такой ностальгия я вспоминал там сорочек там качачи как положено такой вот тут прям а и полетел я и полетел и я до бланики до этого летал мне казалось что это консервная банка да и в общем фигня полная вот в магию саныча он как-то со мной так пролетел я думаю почему не научиться летать на плане ли было южа саныча как а медкомиссия там медкомиссию эти нарисую что ты вообще паришься вот у меня бланки есть выписать надо ты тоже нарисовал или сальше к сожалению с нами нет но золотой человек совершенно на безумное количество историй вот о пусть поезд между тем под подходит плавно к своей своему пункту назначения давай макс я возьму ручку так вот и полетав я стал планеристом мне это очень зашло я буквально за две недели одна учился летать за три недели вылетел самостоятельно прошел двухгодичную программу в пахомова к сожалению похоже мне не давали янтарь и это подвигло меня перемет переехать в орел хотя вот групп по кому мне очень позитивная всем привет передаю большой огромный с монблана вот смотрите то тот балбес которого вы учили вот потихонечку банк была налетает так что гей дальше полетал в орле в орле тоже почему научился дальше я летал в африке потом летал в европе и когда я летал в европе это был уже двенадцатый год первый мой дальний полет был даже не сюда друзья даже не монблан в августе двенадцатого года клауса меня вот там далеко на горизонте 4 50 мотор хорн вот и глаз у меня сразу на мотор хорн примерно такая же погода стоят ну не такая же над бангланом были облака кромка была выше трава зеленее макс возьми его сохраняя радиус вот так молодец вот друзья подходит наш поезд подходит туннель я взял ручку сейчас я могу уже так вот таким курсом макс скорость 120 прибытие по и не прибытие заезд поезда туннель ничего не видно ладно я надеюсь что это вы увидели первые с этим поездом макс почему видишь ушел поезд да столько терпели друзья столько но зато видите ролик одним кадром с места красивые позитивные я считаю что такие ролики должны быть украшением нашего канала мечта летать опять же какую-то байку вам рассказал мне кажется так и должно ой как озерок сверкает красиво макс посмотри бомба так ну что смотрим запарковался ли наш поезд конечно запарковался вон он в тоннель тоннель нырнул и где-то под землей остановился наверное вот на этой оптимистичной ноте я думаю нужно сказать вам было ну до свидания и нам вообще домой пора нам домой фигачить и гиги гиги сколько а мы тут с поездами развлекаемся пикируем макс и теперь каврируем до новых встреч губокажаемые любители летных вида спорта до новых позитивных роликов только не в штопор макс под облако пошли большое вот это жирное быстро наберем высоту и домой твоя ручка 150 кетра в час погнали